Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы расскажем, как правильно выбрать ламинат. Вряд ли будет преувеличением сказать, ламинат сегодня это наиболее популярное надпольное покрытие. И это вполне оправдано, ведь подобные полы доступнее тех, что выполнены из натурального дерева, но долговечнее и привлекательнее линолеума. Эта универсальность не должна вводить вас в заблуждение. Чтобы правильно выбрать ламинат, следует обратить внимание на все детали и учесть массу факторов, от места укладки до наличия в доме детей и домашних животных. Разговор о том, как выбрать ламинат, начинать стоит с его размера. При этом длина и ширина панели – вопрос скорее предпочтений в дизайне и раскладке на полу. К примеру, для крупного помещения нужен и ламинат побольше. Слишком мелкие дощечки будут смотреться менее выигрышно. С точки зрения практичности, самое важное, на что стоит обратить внимание при выборе размера ламината – его толщина. Она колеблется от 6 до 14 мм. Вот несколько нюансов, о которых стоит помнить при выборе толщины ламината. Чем толще ламинат, тем он долговечнее. Впрочем, особого смысла гнаться за массивными вариантами нет. Для бытовых условий достаточно панели 7-9 мм. А более толстые, соответственно, дорогие, оправдают себя лишь в определенных ситуациях, например, в зале ресторана. Чем толще ламинат, тем теплее. Тонкие панели не могут задержать идущий от каменного основания холод. Ходить босиком не слишком комфортно. Но, если вы укладываете систему теплого пола, лучше выбрать тонкий ламинат. Через толстый слой ламината подогрев будет идти хуже. Чем толще ламинат, тем тише. При ходьбе по излишне тонкому покрытию в обуви с каблуком вас будет сопровождать заметное цоканье. Для офиса или кабинета не лучшее решение. Да и в квартире шумный пол напомнит о себе при падении тяжелых предметов. Кроме толщины, на долговечность ламинированного покрытия указывает и то, как его верхняя защитная пленка противостоит истиранию. Ее класс износостойкости определяется в ходе теста, где покрытие трут абразивными кругами до появления видимых следов. Этот параметр указывают в виде чисел 21, 22, 23, 31, 32, 33 или 34. Хотя 20-е в Украине не найти. Они рассчитаны на эксплуатацию в кладовках или гардеробных, где нагрузка на пол почти нулевая и живут до 3-5 лет. Поэтому на вопрос, какого класса износостойкости ламинат купить, верный ответ – какой-либо из 30-х. В зависимости от того, где конкретно стелится это напольное покрытие, меняются и частные советы, как выбрать ламинат. На кухню ламинат нужен по-настоящему прочный, а 33-го класса и обязательно водостойкий. Тяжелая мебель и техника, постоянное хождение, риск падения тяжелых и острых предметов, часто разлив жидкости – все это приводит к тому, что многие готовы отказаться от ламината на кухню в пользу плитки. Для ванной стоит выбирать ламинат с ПВХ-основой, которая не боится влаги. Хотя многие уверены, что в ванной комнате ламинат в принципе исключен, это не совсем так. Вы можете найти в продаже ламинированное полыне с HDF-плитой, а с ПВХ-основой. Подобному пластику вода не страшна, а сам он заметно теплее плитки. Для спальни или детской ищите ламинат в первую очередь экологически безопаснее. Эксплуатация полового покрытия во всех этих бытовых помещениях в разы мягче, чем в описанных выше, поэтому вряд ли нужен особо прочный ламинат. Хватит 31 или 32 класса, либо же повышенная водостойкость. А важнее оценить его экологическую частоту. О ней скажут маркировка Е1 или Е0. Это минимальный уровень вредных для здоровья формальдегидов. А вот Е2 и Е3 лучше избегать. Если же вы не хотите тратить время на определение, какой ламинат лучше, или просто боитесь ошибиться, обращайтесь в интернет-магазин Керамис. Мы всегда подскажем, как выбрать ламинат для квартиры, дома или офиса, и предложим оптимальные условия по продаже продукции от лучших производителей, таких как Грандека, Виталити, Квикстеп, Балтерио, Майфлор и другие. С нами покупки просты и выгодны. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok